Начался осмотр торжественно с выноса сразу трех стягов России, Кубани и флага 15-й гимназии. Самые достойные ученики становятся обычно участниками знаменной группы. Затем было серьезное испытание для первоклассников. Это их первое участие в смотре струи и песни. Ребята очень старались. Готовились заранее, учились маршировать, разучивали песни, ну а родители помогли с костюмами десантников, моряков, летчиков. У старшеклассников опыта побольше. Они уже становились победителями городского смотра конкурса «Струи и песни». 27 февраля на театральной площади им в строевой подготовке не было равных. Наш город гимназисты представляли потом в крае. Дети должны знать свою историю. Они должны знать историю страны. Они должны знать историю семьи. Они должны знать историю государства. И тогда мы можем совершенно спокойно двигаться вперед. Среди почетных гостей ветераны Великой Отечественной войны. Они стали самыми строгими судьями школьной строевой подготовки. Молодцы, это настоящее будущее, замена наших участников и ветеранов войны, будущие наши защитники Родины. Очень хорошо подготовлены и растет хорошая смена нам. Ура! 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 Вот так. Ну я же бабушка, мне очень понравилась. Зато дома седа, тут прямо с душой я смотрела. Очень хорошо. Молодцы, детки, молодцы. А в награду за труды самая настоящая солдатская каша. Одна из воинских частей Сочи, друзья 15-й гимназии предоставили полевую кухню. И оценивая вкус гречки с тушенкой, школьники узнали, какой кашей кормили бойцов тогда, в далеком 41-м. Они уже мало ели, и когда давали такую вкусную кашу, я думаю, им гораздо вкуснее было. У нас от класса каждый год девочки и мальчики выходят на бессмертный полк, вспоминают своих дедов, прадедов, которые были на войне. И это все память вечная, навсегда. А школьники еще раз смогут попробовать вот такую солдатскую кашу 9 мая. На многих площадках города в этот день развернутся полевые кухни. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.